Срочная новость! Я проснулся в отеле и увидел в окно, тут прямо возле моего номера ходят зебры. Травку щиплют. Зебра, ты что замерла? Что не так? Рассказывай. Кому интересно, называется Пололукве Лодж. Находится в Анголе, в Бенгала. Очень достойное место. Если применять доллар на улице, то цена за лодж 70 долларов. Если платить карточкой, то считайте 140 на двоих. Если вы когда-нибудь окажетесь в этом районе Анголы, бронируйте этот отель заранее. Короче, здесь ресторан на первом этаже для завтраков, здесь над нами шикарный ресторан для ужинов, просто шикарный. И рядом классный бар, тоже отдельно все. Просто я в восторге. Копы. Местные копы. Сейчас надо будут брать деньги. За проезд. Платная дорога. Наверное. Стопудово. Да, вот он идет уже к нам. Платная дорога. Пошел? Да. Вот такая строгая проверка. Первый раз у нас проверяют права и паспорт. Мы на самом деле читали о том, что проезд на эту дорогу платный. Но то, что у нас еще и паспорт будут проверять, это для нас новинка. Абригаду. Это место называется Мира де Луа. Это одна из самых живописных, одна из самых красивых дорог в мире. Находится в Анголе, провинция Бенгала. Мы не поедем по этой дороге, не потому что мы испугались. Просто нам ехать совсем в другую сторону. ון оборбิodi и оборудования. Если проходят пройдено в Трам-кай. Полут kam. Продукт. 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 К нам принесли на продажу черепах. Что это? Тортилья? Тортилья. Тортилья. Лука? Синь. Что такое лука? Черепаха по-португальски, не знаю что. Она агва? Синь. Агва? Синь. Родиная черепаха. Хочешь купить черепаху все домой? Смотри, он какой-то гнездышко ему сделал. Классная. Что, не будешь покупать? Не знаю, ведь коптером у меня это черепаха. Давай я, короче, газировку дам просто так вот. Здесь же находится самая большая статуя Иисуса Христа в Африке. Она находится на горе, которая прямо возле городка Лубанго. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Мы проехали через всю Анголу 1100 километров И вчера планировали ночевать уже в Намибии Не доезжая несколько сот, наверное, км 200 до границы с Намибией Нас тормозят в какой-то деревне на посту, на полицейском Все наши обычные отмазки не прокатывают Они говорят, что у нас проблемы с документами на машину Дают нам сопровождающего Он садится в машину на заднее сидение И мы едем обратно почти 100 километров до крупного города Ребята, мы приехали в полицейский участок Нас попросили заехать за него Непонятно зачем Ну, видимо, досмотр Серьезная процедура? Это Министерство внутренних дел Анголы И направо? Да А, окей Окей Завозим машину на территорию полицейского участка После этого нам говорят, что машина арестована Потому что у нее нет документов на передвижение по Анголе И что мы не можем никуда ехать Соответственно, у нас забираются документы, чтобы мы не сбежали Мы уговорили их, что мы не преступники И что мы можем подождать в отеле, а не в полицейском участке Они после каких-то там совещаний После звонка нашего посольства, нашего консула им Они согласились, чтобы мы ночевали в отеле Отвезли нас со всеми нашими вещами в отель Но документы не на машину, не на нас, но паспорта Ничего нету с собой Соответственно, время 6.30 утра Я иду на завтрак В 7.30 за нами заезжает полицейский И везет нас в полицейский участок И там у нас продолжается эпопея с этими всеми документами Которые нам надо оформить на машину, на нас и так далее Я очень надеюсь, что сегодня у нас получится попасть в Намибию Потому что сегодня последний день действия нашей визы Сегодня пятница Впереди выходные В выходные день никто не работает Так что если мы сегодня не оформляем документы То мы уже попадаем тогда на иммиграционные проблемы Потому что у нас закончится виза Вот такая вот история с Анголой Ждите продолжения Друзья, ну события потихонечку развиваются Нам уже отдали нашу тачку Вот у нас водитель новый Да, всем привет Всем привет Но, к сожалению, пока не отдали документы на эту тачку Спустя сутки мы вроде бы решили проблему нашу Точнее, проблема-то вроде бы решилась Но мы еще не знаем, насколько хорошо она решилась Потому что мы еще не в Намибии Вообще в планах-то у нас не было этой проблемы Даже сегодня утром мы не воспринимали эту проблему как проблему Потому что мы сейчас думали, что приедем, быстренько заплатим квитанцию И погнали дальше Но только вот эта оплата квитанции заняла 4 часа Сейчас время 12.47 Час Ну, час Мы выехали из отеля в 7.30 Соответственно, все это время мы были где-то То мы в один участок заехали То мы потом поехали в другое место То мы потом деньги поменяли еще Потому что нам надо было много денег менять В общем, это был пипец Смысл такой, что... И кто взятки не берет? Да, это Кати Плюс Вне зависимости от того, что происходит Все, начиная от постового и до верхушки Никто не собирается брать взятки Я всем предлагал Никто не хочет Все как бы говорят Чувак, все в порядке Да Типа проблема решабельна Просто жди Жди и где оплачивают банк Подытоживая все это, могу сказать, что всего этого могло не быть То есть, если бы А. Они брали взятки Б. Они не были бы столь бюрократизированы И С. Если бы они не были столь... Их процедуры не были бы столь формализованы То есть, бюрократизм и формализм процветают в Анголе, будь здоров Подожди, а четвертое, если бы у нас было нормально? Если бы мы его сразу оформили? Да, и четвертое, если бы мы просто на посту вчера до конца включали дурака Говорили, что ничего не знаем, ничего нету Пропускаем и едем в Намигу Друзья, мы рекламируем Coca-Cola просто слегка А как вы обедаете? Ну вот так Все в Анголе хорошо Но вот с точки зрения инфраструктуры для туристов Очень плохо Ну, в ресторан сложно идти где подушки Даже просто у дороги какой-нибудь для местных забегалов Крайне редко встретить Даже в городе сложно идти в ресторан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА